Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Ну и последняя уже часть буквально нашей программы Утро на Болткоме. В нашей студии появляется представитель Рига Стендап Антон Герасимов. Здравствуйте. Доброе. Здравствуйте, Олег. Поговорим о мероприятиях, которые сейчас происходят. Насколько вот ковид повлиял на проведение каких-то вот концертов. И чем вообще сейчас живет стендап, какие новые тенденции, может быть, какие-то новые интересные темы. Я понимаю, что наверняка и ковид тоже попал в тему стендап-выступлений. Абсолютно точно. На введений очень много, большое количество. В принципе, и до ковида я был не против, что люди держат дистанцию друг от друга. Это всегда полезно, да. Но сейчас, естественно, мы строго соблюдаем правила. То есть столы на расстоянии двух метров. То есть помещение может содержать определенное количество зрителей. Да и, в принципе, юмор, естественно, тоже. И про ковид кто-то в него из тех же комиков верит, кто-то не верит. У каждого есть на это свое мнение. То есть жизнь происходит, юмор пока дышит. Иногда прерывисто, но по-прежнему вот жизнь в нем происходит в этом юморе. Я понимаю, что смех – это, может быть, для людей тоже возможность как-то… Ну, всегда говоря, какой бы ни была страшная ситуация, вот есть какая-то человеческая реакция, он пытается обшутить это, и тогда, может быть, какие-то страхи уходят, и это как позволяет человеку сохранять какое-то психическое здоровье. Абсолютно точно, потому что все мы читаем СМИ, что там происходит. Каждый идет подсчет, это какая-то Олимпиада уже, как по-моему, что идет подсчет, сколько заболевших сегодня, сколько завтра, сколько вчера. Когда рекорд, вот сегодня у нас очередной рекорд, а там… Скоро, не удивлюсь, номинация, там рекорд Гиннесса будет. Тьфу-тьфу, конечно, да. Ну, сам факт. А когда приходишь на стендап, естественно, позитивные эмоции, тем более все эти проблемы обшучиваются, и, конечно, это придает очень позитивный оттенок, и как минимум поднимает настроение, и выводит тебя из, так скажем, психических затыков и заторов. Как быстро вообще реагируют комики на какие-то события, которые происходят в стране и мире? Моментально. Потому что, в принципе, комики есть такая вот еще и комедия наблюдений. То есть ты понаблюдал какую-то в текущий момент ситуацию и сразу превратил это в юмор. То есть это может быть в доле секунды. А когда речь идет о событиях, тоже, естественно, люди об этом думают. Опять же, нужно снизить всеобщий стресс, чтобы люди как можно меньше волновались по поводу той или иной проблемы. Естественно, происходит это моментально. И опять же, стендап – это вещь такая актуальная, без этого никак. То есть всегда мы будем шутить на актуальные вещи. Есть вещи типа как бытовуха, любовь в вечной актуальности. И есть мимолетная актуальность, хотел сказать, ковид, но это уже тоже отчасти превращается в вечную актуальность. Насколько много сейчас таких вот выступлений, концертов происходит? Как часто удается организовывать это все? На самом деле по количеству не стало меньше попросту из-за того, что в том же концертном зале мы делаем мероприятия, в кинотеатре. Мы можем посадить только половину зала. И тем самым, да, стало ходить поменьше людей по понятным причинам. Кто-то боится, кто-то хочет пересидеть. Но в целом количество мероприятий это не поменялось, потому что, да, отчасти стало поменьше людей. Но количество мероприятий из-за того, что существуют ограничения, их не стало меньше. Где, когда вообще будут какие-то самые ближайшие, может быть, концерты, выступления? Самое ближайшее будет в эту субботу в замечательном комплексе АТА-центр новом, который на Красто находится. Естественно, там со всеми требованиями безопасности в условиях ковида там действует особый протокол АТА-КРИН, что бы это ни значило. То есть все будет четко, все с дистанцией, все по современным тенденциям защиты и безопасности от вирусов. Соберемся. А, и посвящено, естественно, это будет замечательному празднику Хэллоуин. Да, то есть будут и страшные шутки. Естественно, мы высмеем этот ковид по самое «не хочу», чтобы жили все долго и счастливо, как говорится. Сам праздник Хэллоуина. Вот многие считают, что там какой-то сатанизм, принесенный к нам с целью разложить, не знаю, там общество. Вот отношение к этому празднику. Ну, честно говоря, для меня это, как такое, он всегда проходил мимо. Да, периодически занимаемся ивентами, я уже давно, порядка 10 лет занимаюсь в разной степени, разными мероприятиями. Конечно, вот иногда происходит. Иногда что-то могут заказать в виде выступления, как правило. Ну, вот именно для меня, именно как в душе, в сердце, этот праздник все время проходит мимо. Ну, Хэллоуин и Хэллоуин. Мне кажется, это же больше из Запада пришло, на самом деле. У нас тоже стараются это все отмечать. Есть тематические вечера, но мне кажется, это не так прямо развито, чтобы вот... Хотя вот в торговых центрах смотришь, там, ближе к Хэллоуину продаются там маски, всевозможные там атрибуты какие-то. Ну, маски сейчас вообще, это мейнстрим. Я представляю, какие будут в Хэллоуин маски. Это тоже, опять же, будет соревнование, Олимпиада креатива среди людей. Что же нам такое придумают, какие же маски мы будем носить. Сам пока что мой топ. Я вот забыл заказать, в интернете видел рекламу. Это маска Дарта Вейдера. Защита. О! Там, видимо, с особым дыханием еще, когда ее одеваешь, да? Ну, так, с хрипом. И в придачу еще ингалятор придает. Чтобы, не дай бог, как говорится, да. Насколько люди, ну, активно ходят сейчас, интересуются стендап-юмором? И вообще, сколько сейчас вот комиков на сцене выступает, ну, если говорить о количестве, ну, таких известных топовых артистов? Именно, мы говорим про, которые прямо занимаются стендапом, да? У нас порядка сейчас на всех языках. Вот, опять же, у нас такая важная тема, что у нас происходит выступление на трех языках. То есть на русском, латышском и английском. То есть, слава богу, у нас понимают, такие мы все образованные в латвии живем все три языка. И, то есть, это абсолютно не смущает зрителя. То есть, комик может выйти на любом языке, главное, чтобы не на чешском. Вот чешский вряд ли поймут, да. Вот латышский, английский, русский – изи. Прямо приходите, выступайте, все вас поймут, да. И на всех трех языках, наверное, порядка уже 30 комиков существует в Риге. Ну, и по всей Латвии, если брать, да. Который активно принимает участие. Кто-то приходит каждую неделю, кто-то, может быть, раз в две недели, да. Но движение растет. И самое прикольное, самое главное, что ковид все это не сломал. И, наоборот, прибавление происходит. Появляются и новые комики. То есть, каждую неделю может кто-то прийти. Вот вам, Олег, как-нибудь станет скучно. Вы можете вот прийти, вот что-нибудь разнести радио, как говорится. Прожарку устроить такое. Прийти и вот поучаствовать. Открытый вечер. То есть, заранее связывайтесь, предупреждайте, что придете, вы будете. То есть, что? Получается, что может любой прийти. Ну, то есть, заранее заявившись, может прийти любой. И сколько дается человеку, ну, то есть, для того, чтобы он опозорился на сцене? Как правило, вот это парадокс. Когда человек самый первый раз выходит на сцену, вот первый раз, как раз-таки, вот это какая-то магия. Обычно он классно происходит. Ну, во-первых, и ведущие объявляют, что особенно тепло встретить следующий участник, который впервые выйдет на эту сцену. Это уже создается такая позитивная аура, как говорится, да. И, как правило, это, видимо, какой-то снимается верхний слой эмоциональный. Выступление всегда получается какое-то эмоциональное, искреннее. И вот первый раз всегда вот заходит. Но когда речь идет о втором, это уже не так. Не всегда, как говорится, да. Но по факту, если человек смешной, можно ему выступить и 7-8 минут. А так, как правило, условия, если идет тяжело в первый раз, то, ну, 4 минуты будет достаточно. — Какие темы можно затрагивать? Есть ли какие-то, которые нельзя затрагивать? Я уж не знаю, там, чтобы... — Слушайте, вообще можно пошутить даже про смерть, если это будет... Не будет оскорблять чьи-то чувства прямо... Как-то это будет все в позитивный лад переходить. Можно вот и про это шутить. То есть, как такого табу особого нету. Это все табу в стендапе. Это заложено исключительно в каждом комике, в каждом человеке. Какое ему дали воспитание. Как он вообще вот ощущает окружающий мир, как говорится. Все это вот исходит у него изнутри. То есть, каждый вот ставит себе рамки сам. Ну, естественно, если выйдет человек и будет нести какую-то оскорбительную ахинею, естественно, такое неприемлемо. — А кто шутит на английском? Вот я все-таки не понял. Вот, кстати, тоже можно про это упомянуть. У нас есть замечательный представитель из Нигерии. Это Лидия ее зовут. Это просто у нее сумасшедшая история. Она вот жила в Нигерии. У нее куча братьев-сестер, как это модно. Среди афроамериканцев, да. И она жила вот в Нигерии. Она переехала сначала в Донецк. Она 4 года жила в Донецке. Выучилась там и приехала учиться, заканчивая магистратуру в Латвии, в РТУ. Закончила магистратуру. Сейчас еще и работает здесь. И сдает категорию на латышский язык. То есть, еще и гражданство скоро получит. И скоро у нее, кстати, сольный концерт. Целых два сольных концерта. 21-28 ноября в кинотеатре Касунц. Только она, только ее соло. Она подведет итог 4 года проживания в Латвии. Интересно. И она в основном выступает на английском языке. Она, да, естественно, только на английском выступает. Она понимает по-русски и по-латышски, в принципе. Но пока не может говорить. Да. Ну, а так, в принципе, она даже по-русски, по-латышски все понимает. Но выступает пока по-английски. А как публика, в принципе, понимает ее? Потому что я, ну, здесь речь идет и о все-таки специфике, может быть, каких-то слов, терминов. И, не знаю, если быстро говорят, например, я при всем своем знании английского часто бывает, что я не успеваю понять. Я помню вас, да, да, да. В принципе, да, как я вот говорил, в основном наша аудитория – это возраст от 23 до 38. Не обижайтесь, Олег. Ну, бывает и расширено до 46. Или опять вас обидел. Ладно. Они в целом понимают очень хорошо все три языка, и поэтому не возникает проблем. Даже я заметил, кто, даже приходят, естественно, некоторые отдельные представители, которые плохо понимают по-английски. Даже когда вот тоже, вот, к примеру, взять Лидия, выходит на сцену Лидия, даже вот как-то психоэмоционально, даже не понимая, что она говорит, настолько вот эта подача такая искренняя, пронисывающая, что на каких-то вот эмоциональных частотах ты все равно как-то вот вливаешься во все эти вот стихии юмора, и тебе все равно смешно, весело, и настроение поднимается. Даже можешь ничего не понимать, но ты попал в эту ритмику, и тебе все равно смешно, весело. Это магия тоже какая-то происходит на самом деле. — Что происходит вот на сцене, если вдруг, я не знаю, может ли быть какой-то не такой зал, что вдруг шутки не заходят, и вот, ну, вот это выступающего, ну, я представляю себе, вот, ну, охватывает, не знаю, паника, не паника, что такое, почему не смеется зал, хотя вроде бы должны смеяться? — У более опытных комиков такое же реже возникает, они, как правило, знают, почему не смеются. Опять же, открытые вечера, мы проверяем новые шутки, априори может произойти так, что зритель не посмеялся, потому что мы не знаем, мы проверяем, да. Опять же, очень многое зависит от площадки, например, враг в кавычках для комика, но мы периодически тоже делаем там выступления, это кальянные, потому что люди приходят на расслабоне, там ещё такие широкие, очень удобные кресла, они вот садятся, вот расслабляются, заказывают себе кальян, и реакция, то есть обратная, комик уже важная обратная реакция, а вот на таких родоплощадках очень сложно получить этот фидбэк, и ты прямо как сквозь вот завесу дыма, прямо вот в прямом и переносном смысле, ты пытаешься донести свой юмор до зрителя, им смешно, они всё это понимают, им весело, но из-за того, что они в таком расслабленном состоянии, и, к примеру, трубка в руках, да, они не отдают именно вот эмоционально-смеховой этот фидбэк, и поэтому это тоже вот испытание для комиков, особенно молодых, в плане того, что очень сложно на таких площадках выступать, но для опыта это тоже нужно. У нас есть звонок, я попрошу вот Антона надеть наушники, напомню, что Антон Герасимов, Рига Стендап, организатор, комик, выступленец. Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, когда вы свою стендапершу англоязычную назвали афроамериканкой, это была шутка? Тогда уж лучше афроафриканкой называйте, это будет ещё смешнее. Спасибо. Спасибо, да, ну я тоже, кстати, образовываю. Ну, она ведь из Африки родом, она не жила в Африке. Это, наверное, я просто опечатался, это просто так вылетело, да, естественно, она из Африки, она африканка. Афроафриканка. Да, просто африканка, да, можно назвать, она из Нигерии, да. Это просто так мейнстримово вылетело. Ничего оскорбительного, всё толерантно. Кстати, вот говоря про толерантность, всё-таки, ведь стендап достаточно жёсткий жанр, где могут смеяться и над национальностью, могут смеяться над ориентацией, могут смеяться над мужское, женское, то, что стараются, наоборот, в Евросоюзе сглаживать, но, тем не менее, вот это является такой темой для шуток. Все блондинки, там, не знаю, глупые, там, ну, какие-то такие вот обсмеиваются стереотипы. Ну, а сколько вот действительно вот это против, получается, шерсти движения? Не совсем. Я вам даже больше скажу. У нас есть отдельные вечера, я забыл организаторов. Они устраивают вечера, где могут прийти выступать и нацменьшинства разные, то есть любые вообще слои, так скажем, населения и группы людей. И, то есть, всё это приветливо, всё это у нас, на самом деле, всё абсолютно толерантно. То есть, и даже, несмотря на жёсткость первоначальную такую вот российскую действительность, я вам даже больше скажу, у меня есть знакомый комик, который есть такой женский стендап, новый проект на ТНТ, он гей. И он там выступает, он в эфире ТНТ, и всё в порядке с этим, да. Ещё звонок примем. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вот Олег как раз меня успел задать вопрос. Ну, вот юмор, правда, состоит из того, что где-то кого-то ты всегда унижаешь. Ну, по-другому нельзя, наверное, над этим как-то посмеяться. Всё время есть третье лицо, которое ты будешь как-то оскорблять. Ну, мне просто сейчас в прямом эфире как бы в голову не приходит. Жалко вот, что сейчас утреннюю передачу вы не сделали вдвоём. У Олега было до этого другой как бы шикарный гость. Правда, наверное, Олег почему-то побоялся выпустить много звонков. А, кстати, не было, я клянусь, не было очень много звонков. Олег, я звонил пять минут. Я не знаю почему, вы как бы просто, наверное, побоялись. Вы думаете, что мы такие необразованные и хамло одно будет звонить. Как бы, я уверен, что были бы и такие звонки, но парень не первый раз у вас на радио и выдержал бы он там как бы всё. Ну, как бы, хотел я там и шутки начать, да, позвонить, если можно сказать, ну, не доброе утро, а голубое утро у нас сегодня, да. Ну, оценил бы он это или нет, но было у меня с ним, ну, на тему чего посоветовать. Вот правда ли, что, смотрите, либо вы юмор можете примерить на себя. Как многие, как бы, комики, это быть самым эроничным, не надо, как бы, простебать в первую очередь себя, если ты хочешь отойти в какую-то сторону, да. Ну, как бы, есть какие-то шутки, просто надо подбирать, как бы, слова, ну, в прямом эфире невозможно. Вот, ну, либо ты оскорбляешь кого-то, либо ты оскорбляешь себя, тогда у тебя что-то получится. Спасибо. Спасибо, да. Нужно ли, обязательно ли юмор, оскорбление, понимаем. У меня просто был представитель мозаики до этого в прошлом часе, да, поэтому... Я понял, да. Во-первых, для оскорбления есть отдельный популярный сейчас жанр ныне, это прожарка, где прямо вот зовут в гости какого-то популярного, очень медийного персонажа. Вот в России в последний раз это был Тимати, и молодые комики просто взяли и простебали его за все его, так скажем, грехи. Да, это раз. А во-вторых, по поводу в плане юмора кого-то оскорблять, опять же, в стендапе самое важное, это действительно, это самая ирония. В первую очередь стендаперы, они в какой-то мере высмеивают, в позитивном ключе оскорбляют себя. Это как терапия, как психологическая часть такая терапия, что ты, по сути, вытаскиваешь наружу свои какие-то огрехи, свои какие-то недостатки. И тем самым ты делишься этим с окружающими людьми, со зрителями, которые пришли на твои мероприятия. И в чем и лечебное свойство заключается. Зрители, которые приходят, они находят те же недостатки в себе, которые нашел в себе комик. И поэтому и происходит так называемый коннект. От этого стендапы и такой популярны ныне, потому что по факту это такая психотерапия, которая делает жизнь легче. А вот какой смысл для знаменитости приходить на прожарку, если они должны выслушать поток грязи, каких-то оскорблений в свой адрес? В чем их мотивация участвовать? Ну, к примеру, взять Тимати. У него был, все мы знаем, прокол, когда клип был с Гуфом в Москва, у него тонна хейта обрушилась. Для него это как такое было, как исцеление, что давайте окончательно его вообще выстебаем, чтобы он потом вышел чистый. Это как вот перезагрузка для него была. И в принципе, да, как правило, когда очень медийный персонаж, он приходит на такое родо передач, он получает респект. Очень многие даже его хейтеры до этого, до этой передачи, и начинают его уважать за смелость. Ну, это примерно то же самое, что для актера, который получил золотую малину, прийти и забрать эту награду. То есть, говорят, что вот есть ряд актеров, которые приходят и говорят, да, я облажался, сыграл в плохом фильме, может быть, недостаточно. Вот я получил эту золотую малину, спасибо всем. И вот таким образом они возвращают, можно сказать, перезагрузку репутации. Конечно, и да, 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 и это приземляет тоже отчасти. Те, кто зазнаются, это вообще очень хорошее исцеление, чтобы понять на самом деле, что ты такой же человек, как и все остальные. Что, в принципе, сколько будет продолжаться это мероприятие, посвященное Халави, но сколько примерно будет принимать участие человек заявленных? То есть, вот чего ждать, я понимаю, что в эту субботу в артоцентре? Да, мероприятие начнется в 7 вечера, вход с 6, поэтому мы рекомендуем прийти заранее, чтобы занять свои места за столиком. Опять же, будут столики со всеми нормами соблюдения правил санитарии. То есть, столики будут по 2,4 человека. Начало будет в 7, то есть, до 7 можно будет сделать заказ, чтобы спокойно все подготовиться к мероприятию концерта. Мероприятие будет идти 2 часа, концерт, оно будет на трех языках, опять же, как у нас это популярно, на русском, латышском и английском. И опять же, будет и Лидия, и другие классы смешные комики. Ну и, наверное, хотел сказать, последний звонок примем, и человек не дождался. Ну что, у меня, наверное, тоже последний тогда будет вопрос. Насколько в будущее стендапа, какие планы на будущее, выживет, не выживет, потому что с этими мероприятиями сейчас все стонут, говорят, что очень тяжело, и это такой удар по шоу-бизнесу, все эти ковид-ограничения. Он выживет абсолютно точно, он и сейчас живет, только в ограниченных количествах, как говорится, именно зрительных, именно на самой площадке. Абсолютно точно будет появляться и новый производный, вот, к примеру, я вам привел «Прожарка». Да, вот это поджанр, по сути, комедии, поджанр стендапа такой более оскорбительный, да. Будет появляться новый формат, и опять же, он становится не только телевизионный, а очень много уже появилось качественных YouTube-каналов, где тоже полно различных и стендапов просто, и форматов производных от стендапа, да. То есть он будет жить, и как только, дай бог, это в ближайшем будущем закончится, я думаю, народ просто хлынет на данного рода вечеринки. Антон Герасимов, Рига Стендап, сегодня был с нами утром, спасибо большое, я тоже прощаюсь с нашей аудиторией, продолжается, тем не менее, наше эфирное общение уже с другими ведущими. Спасибо и до встречи, до свидания. Спасибо вам, да.